Игромания представляет 7 февраля на персональных компьютерах вышла приключенческая игра Phoning Home Робот Айон, похожий на Валли из одноименного мультфильма, потерпел крушение на незнакомой планете Чтобы спасти себя и разумный звездолет Кей Ай, ему придется исследовать потрясающе красивый, но опасный мир Поможет ему в этом очаровательная Ани, маленькая заблудившаяся единица обслуживания 8 февраля в раннем доступе стал доступен амбициозный выживастик The Wild Eight от якутской студии Eight Points Сюжет игры отсылает к фильму «Схватка» и сериалу «Остаться в живых» Самолет терпит крушение над Аляской, спасаются только 8 человек Теперь им предстоит выносить холод и голод, отражать атаки хищников, а также исследовать таинственные лаборатории Тот же день до релиза наконец-то добралась Нио Игра, которую еще с момента анонса прозвали Dark Souls про самураев Это сравнение вполне оправдано Ведь проект студии Team Ninja напоминает знаменитую серию от From Software как мрачной атмосферой, так и геймплеем Впрочем, свои уникальные особенности у игры тоже есть Например, колоритный антураж периода Сен-Гоку и жуткие твари из японского фольклора Критики же называют Нио самым достойным из всех подражаний франшизы Souls 9 февраля в Steam состоялся релиз игры для виртуальной реальности John Wick Chronicles Как можно догадаться, это проект по мотивам боевика с Киану Ривзом К тому же вышедший как раз к премьере фильма И мы бы не обратили на него внимания, если бы ни одна немаловажная деталь В разработке игры участвовала Starbreeze Studios Та самая, что создала великолепные экшены Chronicles of Riddick, The Darkness и Syndicate Сегодня, 10 февраля, вышла Alone With You В ней вам предстоит отыскать способ покинуть обреченную космическую колонию И помочь разобраться в себе четырем чрезвычайно эмоциональным голограммам 11 числа выходит «Эванжелин» Короткая, но искренняя история о любви Действие которой разворачивается в тихом американском пригороде 80-х годов прошлого века Давайте посмотрим, что пользуется спросом в онлайн-магазинах В лидерах продаж Steam каждую неделю стабильно шутер Counter-Strike Global Offensive Благодаря распродаже вверх поднялась игра The Elder Scrolls Online А скидки в 80% привели в лидеры Need for Speed Hot Pursuit Вторую неделю подряд в топе проводят Conan Exiles В Origin список самых популярных игр возглавляют шутеры Battlefield 1 и Titanfall 2 Также среди лидеров FIFA 17 и The Sims 4 На GOG.com рейтинг возглавили предзаказанной игру Torment Tides of Numenera Деньги на создание игры в 2013 году были собраны на Kickstarter И после окончания сбора средств на счету разработчиков оказалось 4 миллиона долларов С 26 января игра находится в режиме раннего доступа в сервисе Steam А в продажу поступит 28 февраля Неизменными с прошлой недели остались позиции Дикой Охоты и SWAT 4 А благодаря скидочным акциям выросли продажи старого шутера Turak и фэнтезийной стратегии Heartlands В PlayStation Store среди лидеров Final Fantasy 7, отмечающие в эти дни свой 20-летний юбилей А также Хатсуны Мику Project Diva F и Ведьмак 3 Дикая Охота В розничной продаже на пятую строчку среди мультиплатформенных проектов опускается Call of Duty Infinite Warfare Шутер стал самой продаваемой игрой прошлого года на территории США Самой продаваемой игрой во всем мире же оказалась FIFA 17 На этой неделе остановившаяся строчкой выше На начало 2017 года розничные продажи футбольного симулятора оценивались в 16 миллионов дисков На третьей позиции дебютирует розничное издание Hitman The Complete First Season Вторая строчка остается за GTA 5 На днях президент издательства Take-Two Interactive Штраус Зельник сообщил, что в магазины отгружено свыше 75 миллионов дисков Причем 5 миллионов копий разошлось за три последних месяца Примечательно, что отгрузки игры за 2016 год превысили продажи предыдущего года На вершине вторую неделю подряд властвует Resident Evil 7 Biohazard Среди эксклюзивов на пятой строчке в пятерку лидеров возвращается Uncharted The Nathan Drake Collection Суммарный тираж издания за все время оценивается в 5 миллионов экземпляров Четвертая позиция вот уже третий раз подряд остается за Yo-Kai Watch 3 Mario Kart 7 завоевывает бронзу На втором месте по-прежнему числится Uncharted 4 Продажи игры за 2016 год немного не дотянули до отметки в 9 миллионов экземпляров Верхняя строчка рейтинга все также принадлежит Pokemon Sun and Moon Согласно отчетам, всего за два месяца прошлого года игра разошлась тиражом в 15 миллионов копий с учетом цифровых продаж На этом все. Играйте только! В ЛУЧШЕЕ!